Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 6 сентября, Православная Церковь совершает память равноапостольного Косьмы италийского иеромонаха. Равноапостольный священномученик Косьма в миру Константин был родом из Итолии. Он обучался сначала на родине под руководством архидиакона Анания Дервишана, а затем завершил свое образование на Святой Афонской горе в Атапецком училище у таких известнейших в то время учителей, как Николай Царцулия из Мезовы и Евгений Булгарис, впоследствии архиепископ Екатеринославский и Херсонский. Оставшись на Афоне в Филофеевской обители для преуспевания в духовных трудах, он был пострижен там в иноческий чин с именем Косьма, а затем рукоположен во иеромонаха. Стремление направить на путь спасения и укрепить в вере братьев-христиан побудило святого Косьму и спросить благословения духовных отцов и уйти в Константинополь. Там он владел искусством красноречия и, получив письменное дозволение у патриарха Серафима II, а позднее и у его преемника Сафрония проповедовать Святое Евангелие, стал возвещать его сначала в церквах Константинополя и окрестных селениях, затем в придунайских княжествах, в Фессалониках, в Верии, в Македонии, в области Хемаре, Акарнане, Эталии, на островах Святой Мавры, Кефалонии и в других местах. Его проповедь исполнена благодати Святаго Духа, простая, спокойная и кроткая, приносила христианам великую духовную пользу. Как и святым своим апостолам, сам Господь споспешествовал ему и утверждал слово его знамениями и чудесами. Проповедуя в Албании, в тех отдаленных местах ее, где христианское благочестие было почти утрачено среди одичавших и огрубевших людей, закосневших в грехах, Святой Косьма, Словом Божиим, приводил их к искреннему покаянию и исправлению. По его наставлению в селах открывались церковные училища. Богатые жертвовали свои средства на благоустройство церквей, на покупку священных книг, которые святой раздавал грамотным, покрывал которыми он наделял женщин, увещевая их ходить с покрытыми головами, четок и крестов, которые он раздавал простому народу. Так как церкви не вмещали всех желавших послушать мудрого проповедника, Святой Косьма с Собором Иереев совершал бдения в полях, на площадях, где тысячи людей молились о живых и усопших и назидались его наставлениями. И везде, где останавливался Святой Косьма и говорил свою проповедь, благодарные слушатели воздвигали большие деревянные кресты, которые оставались навсегда в память об этом. Апостольское служение Святого Косьмы завершилось мученической смертью в 1779 году. В 65-летнем возрасте, по наветам иудеев, он был предан туркам и удавлен. Тело его было брошено в реку, а через три дня обретено священником, марком и предано погребению, близ селения Каликантасе, в Ордевузском монастыре в видение, во храм Пресвятой Богородицы. Впоследствии частицы мощей священномученика были перенесены на благословение в разные места. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова. Празднуется перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея Руси и чудотворца, преподобного Арсения Камельского Игумена, преподобного Аристоклия Старца Московского, мученика Татиона Клавдиапольского, мученицы Сиры Девы Персидской, преподобного Георгия Лемнеота Озерника, священномученика Максима Горлицкого Пресвитера, священномученика Михаила Воскресенского Пресвитера и с ним 28 мучеников, преподобного мученика Серафима Шахмутя Архимандрита, совершается празднование иконе Божией Матери Петровская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем, тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!